Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. Слава Богу! Слава Богу! И я сегодня хочу продолжить ту мысль, ту проповедь, которая была в прошлое воскресенье. Я говорил об отношении Бога. Но самое главное, Бог хочет, чтобы ты не остановился, чтобы ты не сдался, чтобы ты не разочаровался в людях, но продолжал верить в них, продолжал любить и продолжал им служить. Но мы должны понять и соединиться с Богом. Аминь! Чтобы не осуждать. Потому что осуждение перекрывает работу Духа Святого. Поэтому мы должны понять вот этот принцип не позволить осуждению прийти в твое сердце. И когда Он, Иисус, показал, что Он не подается вот этому искушению осуждать, то есть бросать камни, побивать, потому что осуждение, оно готово забить вообще, да? Забить вот такой, сякой, плохие, такие. И тогда мы не даем место Духу Святому. Написано, ведь Дух Святой, Он придет, и Он обличит мир в грехе. Понимаете, почему дьявол так сильно вкладывает в нас осуждение? Мы не даем Духу Святому работать. И эта женщина, она сама тоже получила обличение от Духа Святого. Иисус только и сказал ей, да? Иди и больше не греши. Потому что мы своими словами хотим доказать, что человек плохой, что он виновен и так далее. То есть мы вступаем в роль прокурора, судьи, обвиняем, мы обвинители. Он говорит, где твои обвинители? А эти обвинители, они в нас сидят. И не дай Бог, что-то с кем-то и случится, эти обвинители сразу же появляются. Понимаете? Моментально эти обвинители, они и тебя обвиняют, и других обвиняют. Поэтому столько всяких сплетен может быть, столько всяких скрытых вот этих вещей, которые есть в людях, и оно проявляется, потому что мы сразу хотим побить камнями. А Иисус проигнорировал эти искушения осудить и обвинить. И Он позволил Духу Святому работать. Аминь. И Дух Святой сам коснулся этих обвинителей. Они все ушли, потому что они были обличаемы совестью. Не Иисус их обличил, Дух Святой их обличил. И эта женщина, она пережила гораздо сильнее обличение. Как тот же Саул, помните? Почему? Потому что это сам Бог ее коснулся. Потому что то, как коснется Бог, ни одно слово не может человечество коснуться. Когда мы начинаем кого-то осуждать, сразу обратная реакция. Ты камень, в тебя 10 камней, а ты сам такой, а ты сама такая, а ты зачем мне это говоришь? Понимаете? Но когда мы не осуждаем, надо откровение просто по этому поводу всем получить. Когда мы не осуждаем, тогда сам Дух Святой работает с человеком. Это не говорится, что мы не должны никого корректировать, поправлять. Знаете, Бог, Он корректирует и поправляет. Он направляет нас, да? Но Он не осуждает. И когда Бог нас корректирует, Он нас не отвергает. Знаете, почему люди, они не готовы к корректировке? Они сразу отверженность чувствуют. Как будто бы их отвергли. Для тебя никто не отвергает. Бог говорит, кого люблю, того и наказываю. Аминь. Но Он не сказал, я отвергаю тебя. Но когда в человеке вот это сидит, вот это сиротство, вот эта отверженность, она моментально на дыбы встает. И любая корректировка, она воспринимается как отвержение. И поэтому сразу такая реакция на тебя, недовольство, там злость, там камни в тебя полетели. Так не должно быть. Аминь. Так не должно быть, говорит Господь. Вот известная притча о блудном сыне. Время уже почти нет, скажу про эту притчу. Опять же, она вся известная, вся известная, всем понятно. Но я хочу коснуться некоторых просто моментов. Просто некоторых моментов в этой притче хочу коснуться. И история всем известна. Известна всем история. Сын поступил неправильно. Забрал наследство, которому принадлежало при живом отце, что не может быть. И пошел все деньги прогулял, все потратил, да, и оказался, в общем-то, где? В свинарнике оказался. И тут написано, он пришел в себя, и он решил покаяться и прийти к кому? К отцу. Смотрите, что важно очень понять здесь. Мы видим, что отец его ждал. Или не ждал? Ждал. Знаете, когда мы осуждаем человека, мы его не ждем на самом деле. Мы не хотим его даже видеть. Потому что осуждение закрывает дверь в отношениях. Но отец его не осудил. Он ждал этого момента. Он верил за этот момент. Этот момент произошел. Он приходит к отцу, да, и написано, что отец к нему бежит. То есть по законам того времени это отец делает неправильные вещи. Потому что сын был неправ, он должен был приползти в пыли, в грехе, да, а отец к нему пошел навстречу. О чем я хочу здесь еще сказать? Потому что часто, когда у нас отношения с людьми разрушены, мы ждем, что эти люди первые придут к нам. Они придут, они вот приползут еще. Они вот покаятся, вот приползут, и тогда я еще, может быть, прощу. Значит, мы видим, что Бог, он всегда первый инициатор. Он не просто возлюбил мир, он пришел в этот мир. И он показал пример, что, как сусловно, я пришел не судить мир, да, не осуждать его, я пришел его спасти. Но осуждение, оно закрывает тебя, этого человека, чтобы допустить его к этим отношениям. Поэтому, если бы отец его осудил, он бы подумал, я приду, и все, мне там кранты будет у отца. Но он знал, что отец его примет. Понимаете? Вот очень важно, чтобы мы понимали, что отец примет. Примет, не осудит, но примет. И вот, когда происходит вот эта встреча, да, и он оказывает ему вот эти знаки внимания, любви, он целует его, написано, да, он меняет его одежду, он дает ему перстем, и так далее, и так далее, этого откормленного, там, этого теленка закалывает, что это для самых почетных гостей. И вдруг возвращается сын, его старший, да, вы знаете, и говорит, что это я слышу такое? Ему говорят, что происходит. И что в его сердце моментально? Осуждение, да, моментально осуждение. Как это так? Почему так происходит? Почему он этого не достоин? И его сердце, когда оно полно осуждения, он не рад его спасению и возвращению. Вот в чем дело. И отец говорит, не надлежало ли тебе радоваться, что сын мой был мертв, а сейчас жив? Но осуждение так сильно захватывало сердце старшего брата, он не мог не только радоваться, он просто был полон злости, он полон негодования, и он осуждает уже отца. Не только он сына, брата осудил, он отца осуждает. Как ты мог так сделать? О чем говорит? Осуждение перекрывает отношения не только с людьми, оно с Богом перекрывает отношения. Потому что тогда ты не понимаешь, как это так ты поступаешь? Почему ты так поступаешь, Бог? Почему ты так делаешь? Почему? Потому что осуждение, оно лишает тебе откровения о Боге. Поэтому дьявол так сильно атакует нас осуждением. Осуждением, осуждением. Мы всех осуждаем, мы всех обвиняем. И что мы делаем? Мы погружаемся в демоническое. Понимаете? Мы погружаемся во тьму, и мы не видим света. И мы не видим любви. И у нас нет понимания, какой наш Бог. И мы и себя-то осуждаем. Вот так же. И себя так же осуждаем. И себя так же обвиняем. Потому что дьявол знает, как тебя остановить. Как тебя поймать. Как тебя наказать? Самоосуждением. Самоосуждение и осуждение. Но что написано в Писании? Что тот, кто во Христе, нет никакого осуждения. Аллилуйя. Нет осуждения. Не должно быть этого духа осуждения. Этого корня осуждения. Поэтому там, где есть осуждение, там нет отношений. Ни с Богом, ни с людьми. Потому что отношения... Не могут быть отношения и осуждения. И враг, мы должны знать его работу. Аминь. Поэтому для того, чтобы Бог двигался, говорит, в вашем сердце не должно быть никакого горького корня. Осуждение – это тот горький корень, который не дает нам жить в свободе. Не дает нам любить. Не дает нам служить. Не дает нам благодарить. Понимаете? Это все связано с осуждением. Потому что осуждение, оно всегда видит недостатки. Осуждение, оно всегда сконцентрировано на недостатках, на плохом. Посмотри, что Бог нам показывает и говорит. Убери этот корень из своей жизни. Вырви этот корень. Изгони этот дух. Аминь. Поэтому сними вот эти очки осуждения, эти мысли осуждения. Они делают нашу жизнь просто, как сказать, такой печально-рабской жизнью. Потому что ты не соединяешься с Богом. Осуждение не дает тебе видеть радости. И осуждение не позволяет нам верить в людей, друзья. Не позволяет. А если мы не верим, то чудеса не происходят в их жизни. Изменения не происходят. Бог тогда не движется. Поэтому это такая важная проблема, которую нам нужно увидеть. Она у каждого присутствует. Осуждение. Поэтому написано, нет никакого осуждения. Не за того, что, говорю, Бог, Он будет и судить, и будет и наказывать. Но Он это делает с другим сердцем. Аминь. Он не отвергает. Он не отвергает, когда Он учит и воспитывает. Поэтому мы часто тоже воспринимаем, когда нас корректирует Бог или люди, мы сразу же встаем в позицию защиты, осуждения этого человека, который поставлен, чтобы тебе сказать, чтобы помочь тебе, правда, и это осуждение оно не дает принять. Оно как защитная реакция закрывает все. Поэтому Бог хочет изменить нас. Аминь. Чтобы мы не были рабами, а чтобы мы были Его детьми и чтобы мы были Его друзьями. Поэтому Он сказал, «Сын мой, ты всегда со мной и все мое твое». Аминь. О том, надо было радоваться и веселиться. Вот смотри, осуждение, но всегда тебе, не дает тебе вот, а что бы я радовался, а что бы я веселился. Но Бог, смотри, хочет, чтобы ты научился за других радоваться. Осуждение не позволяет, потому что у тебя осуждение, у тебя зависть, оно не дает тебе жить полноценной, счастливой, христианской жизнью. Говорит, «И слава Господня будет сопровождать тебя». Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, «Вот я». И дальше. «Когда ты удалишь из среды твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное или обвинительное, осуждающее». Понимаете, почему света-то нет? Потому что осуждение перекрывает этот свет, перекрывает тебя и отделяет тебя от Бога. Но, говорит, «Когда ты удалишь, когда ты удалишь это ермо, когда ты перестанешь так делать и отдашь голодному душу твою и напитаешь страдальца, тогда свет твой зайдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напойный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают и застроятся потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основание многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Аллилуйя! Понимаешь, когда мы уберем это ермо, которое давит на нас и мешает нам, Бог говорит, тогда восстановятся отношения и с твоими близкими, и с родными, аминь, и с людьми, и свет твой взойдет, Он говорит, и ты будешь, как напойный водой у сад, то есть вот эта вот, вот эта вот плодоносность, почему ноги такие засохшие, потому что они перекрыты вот этими осуждениями, оскорблениями, негативными всем, и это не позволяет Богу через тебя действовать, ты не источник живой воды, а там только горькая вода в основном течет, но, говорит, когда ты уберешь это, тогда и сам исцелишься, да, и через тебя Дух Святой потечет. Вот чего Господь хочет и чего ожидает от нас. Давайте мы встанем и мы помолимся, поблагодарим Бога за то, что Он открывает для нас свое сердце, и Он не просто его открывает, Он говорит, вот, что ты хочешь, да, Он говорит, Господь, я хочу то-то и то-то, и много чего мы хотим, но за изменения нужно верить, друзья, и за свое сердце нужно молиться с верою. Мы часто молимся с верою за исцеление, да, мы провозглашаем местописание, ранами Иисуса исцелен, мы молимся за финансы, что там, ты обещал меня благословить, но мало кто так молится за изменения своего сердца, мало кто молится, чтобы Бог избавил тебя от осуждения, от этого ерма, от этого рабства, но Бог хочет, ты знаешь, что Бог хочет, правда? Поэтому, если Давид был таким человеком, разве Он хочет, чтобы ты был другим? Если Иисус был таким, разве Он хочет, чтобы ты был другим? Точно таким же. Отец, мы благодарим Тебя, и мы стоим здесь в Твоем присутствии, при Твоем престолом благодати, при Твоем лицом, поэтому, конечно, надо убрать всякую гордость, да? Потому что осуждение, оно всегда связано с гордостью, я лучше, как это сказал, я лучше, чем этот мытарь, я лучше, чем этот человек, я лучше, это превозношение, оно всегда мешает нам увидеть драгоценность, что есть в человеке. Мы осуждаем, осуждаем, осуждаем других, осуждаем церковь, осуждаем служителей, осуждаем тех, тех, себя осуждаем, и оказываемся в этой западне, в этой ловушке, а Бог-то говорит, я хочу, чтобы ты был как сад, напойный водой, чтобы ты был благословением, был плодоносным, был богатым на всякое доброе дело, почему написано, делая добро, да не унываем, мы так быстро начинаем унывать, говорим, о, меня не возблагодарили, мне не сказали, и то, и то, мы начинаем унывать, да, и он говорит, что, ибо в свое время пожнем, если мы не ослабеем, если мы не ослабеем прощать, не ослабеем любить, не ослабеем именно то, что Бог ожидает от нас, Дух Святой, мы благодарим Тебя, мы просто молимся, чтобы помазание Твое, оно учило нас, прикоснись сейчас каждому, каждому, кто открыт для Тебя, ну, нужно открыть сердце, опять же, да, если сердце закрыто осуждением, кто-то говорит, я не согласен там с этим, я не согласен там с пастором, я не согласен, это, знаешь, как сосуд, который закрыт крышкой, помазание течет, но оно не попадает, потому что закрытость, давай мы откроем свое сердце, кому-то может быть надо набраться смелости, открыть сердце, сказать, Господь, я все-таки хочу открыться для Тебя, открыться для Твоей работы, быть закрытым для осуждения, но открытым для Тебя, Господь, прикоснись сейчас с Дух Святой, исцелись сейчас с Дух Святой, у нас, наши раны, не прощения, они многих кровоточат, наши осуждения, они снова открывают эти раны, они не дают нам идти за Богом, быть вместе с Ним, потому что горький корень постоянно выделяет яд, который отравляет твою жизнь, который лишает тебе радости, которые Бог приготовил, счастья, свободы, изобилия, вырви это просто во имя Иисуса Христа, вырви этот горький корень, скажи, Господь, прости меня, прости, это всех нас касается, знаете, нет идеальных людей, кто бы не осуждал, все мы подвержены, этому, попроси у Него прощения, попроси освободиться от этого горького корня, от этого злого духа осуждения, Он так сильно влияет, чтобы остановить нас, чтобы помешать нам быть счастливыми в Боге, поэтому мы вспоминаем о Давиде, если бы он был полон осуждений, злости, он бы убил Саула, у Него рука бы сразу бы автоматически это сделала, если бы не Иисус, они бы убили эту женщину, убили бы, и глазом, говорится, не моргнули, но потому что Иисус там был, и Он не позволил дьяволу сделать то, что Он хотел сделать, Он пришел украсть, убить и погубить, правда? Он не поддался на это искушение. Дух Святой, приходи, приходи в глубину сердца каждого, которое жаждет Тебя и открыто для этих изменений. Приходи, Дух Святой, мы благодарим Тебя, что Ты забираешь эти каменные сердца, из которых летят одни камни, и даешь нам свое сердце, Господь, плотяное сердце. Поэтому прости нас, Господь, что столько камней летело от нас, столько ран мы нанесли. позволь нам, Господь, позволь нам любить людей так, как Ты любишь их. Дай нам эту силу, дай нам эту силу, Господь, не реагировать на оскорбления, на обвинения, не реагировать на эти вызовы, которые дьявол постоянно делает, вызывая на свою территорию злости, ненависти, осуждения. Позволь нам оставаться с Тобой, Иисус. Подумано тому, как Ты, Ты просто не обращал внимания на эти атаки людей, на эти искушения тоже осудить. Написано, они испытывали Его. Знаешь, дьявол как будто бы испытывает тебя в какой-то ситуации. Как ты отреагируешь? Как ты скажешь сейчас? Как ты будешь вести себя? Бросишь ли ты камень за компанию? Потому что, может быть, все бросают камни, и ты давай бросай, и ты это сделай. Но Иисус, который в тебе, Он скажет, нет, ты этого не делай. Ты не знаешь, какого они духа, да, как ученики, которые хотели огонь свести на деревню. А Он говорит, вы разве не знаете, какой дух хочет это сделать? Халлелуйя. Халлелуйя. Иисус, мы благодарим тебя, что ты так сильно любишь свою церковь, что ты убираешь, Господь, из наших сердец все эти камни. Ты убираешь, Господь, и ты даешь нам свою любовь и свою милость, свою благость, Господь. как и написано, что благ и милости в Господь, да? Ибо благ Господь и милость Его вовек, вовек, она не заканчивается. Мы благодарим тебя, Иисус. Благодарим тебя, что смотря на тебя, ты сказал, подражайте мне. Смотрите на меня и подражайте. И то, что я делал, вы это будете делать. Потому что Иисус учился его отца. Это отец его учил. Это отец ему показывал, как ему реагировать, как ему вести себя. Халлелуя. Поэтому размышляйте, написано, что о теле, да? Размышляйте о церкви. Иоанн пишет и говорит, да, чтобы любили друг друга, даю вам заповедь. Невозможно, говорит, любить Бога, а брата своего ненавидеть. Если вы ходите во свете, то вы имеете общение. Во свете Божьем мы пели эту песню о свете, чтобы свет убрал эту тьму, злости, обиды, ненависти, осуждения, чтобы твой свет проник Господь. И твое откровение пришло о братолюбии, о почитании другого высшим себя, о принятии людей, то, как ты жил, то, как ты служил, то, как ты принимал. Благодарим Тебя, Дух Святой. Аллилуйя. Пусть это слово, оно принесет плоды, Господь. Пусть это слово принесет свет, откровение. Поклоняемся Тебе, прославляем Тебя, благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя. 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 Слава Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.